Вера, надежда, любовь Учится не прощаться Только такое счастье можешь Ты мне не обещать Ты видишь Я без тебя, но как я без тебя Как белый парус летит на горизонте в небо Ты без меня, всё так, ты без меня Кричит тихо душа Ты был со мной и не был Люба, я стаканы сама поставлю А ты подарки под ёлку неси А мясо мы когда ставить будем? Ну как когда? Накроем на стол И поставим Неси подарки Ну сейчас принесу, принесу А мы что, ещё кого-то ждём? А я Вову пригласила А ты маму с Петровичем предупредила? А что? Разве Петрович будет против собственного сына? А мама... А вот мама как раз может быть против Да ну тебя Что ей может не понравиться? Ну, то, что он сын её мужа От первого брака хотя бы Вообще-то Он мой парень И на этом основании Он может праздновать с нами Новый год Да ладно Ты сейчас серьёзно? Конечно Можешь даже не сомневаться Это то есть Ты хочешь сказать Что в наступающем году Мы можем поесть салатики И выпить шампанского Не только послечу Нового года? Возможно О, Крёпка! Умница! Какая же ты молодец! А его мама... Подожди Ну что, она разве против? Счастья собственного сына? Ну, если он влюбился в девушку И хочет на ней жениться Не знаю Когда ты собираешься нашим сказать? Ну, не знаю Сегодня Вова придёт Я с ним посоветуюсь Может быть, сегодня Да Слушай, Новый год скоро Мама с Петровичем так не успеют Да, я знаю У них операция сегодня поздняя Но вроде ничего серьёзного Должны успеть Всё Закончили Не понял Ну, а что? Медсестра не может поцеловать хирурга После удачной операции Может, наверное Но я подумал Вот так вот На служебном месте Я знаю, что ты подумал Ты подумал С чего бы это? Отвечаю Потому что я всё ещё люблю тебя И потому что сегодня 31 декабря Что значит всё ещё? И при чём здесь 31 декабря? А это значит, что Мы с тобой уже 10 лет женаты 10 И через 4 часа Новый год Точно Новый год же Болван, а? Ну, болва Нет, Вадим Ты не болван Ты хирург А это фактически диагноз Люба, телефон Вова звонит Ответь, пожалуйста Алло Да, привет Нет, это не Люба Да, здорово Поздравляю Желаю счастья тебе в новом году Любви Дома Даю Алло Привет Да Да А почему? А мама что? А, Новый год Семейный праздник Отец тебе разве не Хорошо, поняла И тебя Пока И я тебя Ну как, не расстраивайся Ну я же хотела, чтобы ты был рядом Ну ладно Хорошо Я тебя тоже Да В общем, он дома останется Мама сказала, что это семейный праздник Там еще какой-то друг приехал Ну ладно Сестренка, ну не переживай ты так Угу Завтра встретитесь с Вовой У нас, между прочим, тоже Новый год, семейный праздник Вот На следующий год поженитесь И будет у вас собственный праздник Скорее бы уже Колбаса Мы колбасу забыли порезать И, кстати Расставание сближает влюбленных Да ну тебя Вадим Я, конечно, понимаю, что Не перед праздниками эти разговоры заводить Но Что но? Может быть, мы как-то с тобой Переселимся Ты что, Вер, как-то переселимся Только-только ипотеку выплатили Давай хоть немножко от этого рабства вздохнем Да нет Я имела в виду, может быть, мы с тобой как-то Переедем в гостиную А девчонок по комнатам расселим Ну что они в одной уйти отца Вер, ну если мы переселимся в нашу гостиную Она у нас как столовая Нам придется по очереди обедать в нашей крохотной кухне Ой, Вадим, не преувеличивай У нас кухня хоть и маленькая Но в четвером мы там запросто поместимся И в пятером тоже поместимся, если Володька придет Кстати, а тебя не смущает, что они с Любкой что-то вдвоем зачастили? То в кино, то еще куда-нибудь Ну и что? Ну как что? Они все-таки брат и сестра Мне кажется, это как-то неприлично Чего это они вдруг стали брат и сестра Из-за того, что мы поженились Ну Дети от разных браков, они не родственники Я очень рад, что они подружились Ух ты, да Ух ты Какой свет пошел Ой Ух ты Ой, как красиво Как здорово Пойдем Что такое, Вадим, что? Что он с тобой? Похоже, спину простудил В лопатку Господи, какую? Да в обе Продуло, у нас сквозняки сплошные Спасибо Пойдем, дома тебя намажут Это не смертельно само пройдет Верочка, Вадим Петрович С Новым годом С Новым годом С Новым счастьем Идем мы с нами Нет, нет, спасибо Мы домой С Новым годом С Новым годом, ребята Пойдем С Новым годом Спасибо, спасибо, Володя Спасибо тебе, дорогой, за все С Новым годом Всех тебе благ Счастья Всех поздравлю Пойдем гость Поцеловать Володя всех целует С Новым годом С Новым годом Слышал? Завтра, как выспишься, приезжай Да Ну, конечно, оставим Все тебе оставим Ну, давай, сынок Еще раз тебя с праздником Пока С Новым годом С Новым годом Мам, стоп Стоп, хватит ей салата Не останется места для моего коронного блюда Я же приготовила Мясо, мам Мясо, твое любимое Приготовила Ну, я старалась Мясо мясом, а подарки забыли А, Вера, а наши подарки сейчас Это тебе Мне? Да Открывай, открывай Давай, быстрей Шар, да? Боже мой, девочки Помири, пожалуйста Спасибо большое Нет, ведь главное, подо все подходят Да, вот так Здорово Вадим Ты что там уронил? Ты мне подарок? Давай Вадим Вадим Что с тобой? Ты слышишь меня, Вадим? Слышишь? Люба Вызывай скорую Скажи сердце Быстрее, ну Вадим, открой глаза А птичка, приезжай Девушка, скорее Приезжайте Да, упал до сознания Сердечный приступ Не стоп Бенецкий, Вадим Петрович 55 лет Строители 14, квартира 23, 6 этаж Бенецкий, Бенецкий Почему мне эта фамилия так знакома? Что он хирург в 11-й горбольнице Ну что, неужели нельзя было ничего сделать-то, а? Девушка, я врач скорой помощи, а не Господь Бог Я мертвый поспешать не умею Ну, как счастливы, что сидите-то, а? Жду участкового Я уже его вызвал Вы извините, такая процедура Вы дочь покойного? Нет Мы с Надей потеряется А еще близкие родственники есть? Да, есть Сын Я бы на вашем месте ему позвонил Вот прямо сейчас Потом приедет машина И Вадима Петровича увезут Поспешите Что, ну, как я ему позвоню? Он же сейчас Новый год отмечает Девушка, какой Новый год? У него только что отец умер Да, нет, этим уже занимается похоронная служба Спасибо Спасибо Не надо До свидания Что, уснула? Нет Лежит, смотрит в фото А что, укол не помог? Помог Перестала плакать? Володь, спасибо тебе большое За то, что ты помогаешь С этим, со всеми похоронными историями Надь, о чем ты говоришь Это все-таки мой отец Эти похоронные агентства Обдирают всех, как липок Мне до сих пор не верится, что это случилось Надь, иди к Вере Иване, а Не оставляй ее одного От греха подальше Павусь Пожалуйста, не оставляй нас одних Нам без тебя совсем плохо будет Любань Ну, куда я денусь? Святослав Палыч, ну не могут они этим сами заниматься Вера Ивановна лежит в преданфарктном состоянии Ну, а девчонки, они и есть девчонки, что они могут? Ну, а вы все-таки главврач Да нет у них никаких денег Они живут от зарплаты до зарплаты Я пытаюсь как-то уложиться, но на вас тоже рассчитываю Спасибо большое Я тогда буду ждать Ванка До свидания Ну, вот как жил, так и помер Чтобы для всех создать максимум проблем Мам, что ты такое говоришь, а? Ну, если нечего тебе хорошего про папу вспомнить Ну, меня-то хоть пожалей Боже мой А вот меня кто жалел? Я надеюсь, эти три курицы остальных сами обзвонят? Или тоже ты? Нет Ну, ты же все-таки квалифицированный юрист, а не похоронный агент Надя уже обзванивает И я тебя попрошу, хватит Пожалуйста Хорошо Хорошо Спасибо Да, еще На похоронах ты, пожалуйста А ты что, считаешь, что мне надо идти на похороны? Я считаю, что надо Ты знаешь, мы как-то вот уже десять лет в разводе И почему-то у меня нет никаких поводов о нем грустить Хватит об этом Ты вот мне лучше скажи Вот эта девица Которая постоянно тебя названивает на мобильной Я очень надеюсь, что это не одна из дочерей этой медсестры Я свою личную жизнь с тобой обсуждать не собираюсь Твое право Только при твоей зарплате Без моей помощи все равно не обойтись Сыночек Ну вот когда ты будешь решать проблемы Ну, со своей личной жизнью Не забудь Не забудь посоветоваться с мамой Ну, это я так На всякий случай До свидания, Верочка Спасибо Звони, если что Спасибо Держись Вера Что я могу тебе сказать Держись У тебя дочери Ты должна крепиться и жить Ради их будущего Я всегда помогу Чем смогу Спасибо, Святослав Палыч Кто мог представить Кем я заменю такого хирурга, как Вадим Даже не знаю Крепись, Вера Спасибо за все Вер, я тоже пойду Мне полчаса до смены осталось, хорошо? Держитесь Хорошо, Лена Мы справимся Спасибо Спасибо Надь, это последнее Спасибо Спасибо Чем еще помочь? Спасибо тебе за все А иди стол собери Соберу Я тоже помогу, хорошо? Ну вот, может, ты у нас останешься Нам так легче будет всем И мама с Надей узнает, что мы с тобой вместе Любань, мне домой нужно У меня мама себя неважно чувствует Она же тоже переживает, ты понимаешь? А хочешь, я сама с ней поговорю Скажу, что мы пожениться хотим Какая женить бы сейчас? Где жить и на что? Какая у тебя зарплата? Маленькая зарплата, Люб Приходится у матери деньги брать Ну ладно Я скоро училище закончу Пойду репетитором работать У детей богатых родителей У нас будут деньги, Вон Ну давай, когда закончишь Тогда и будем это обсуждать, хорошо? Это же лето ждать Не успеешь моргнуть, вот тебе и лето Нормально, вы стол собираете Складываем Мам А где наши деньги? Наши деньги? А наши деньги ты потратил На похороны своего папочки Больше у нас нет Я надеюсь, нам отдадут этот долг? Или ты щедро подарил им не свои деньги? Конечно, отдадут Сынок, сядь Давай поговорим серьезно Да Сынок Я считаю, что уже сейчас Нужно готовиться к оформлению Твоего наследства Ты о чем, мам? Ты один из двух законных наследников Вадима И должен вовремя заявить о своих правах После Вадима осталась Трехкомнатная квартира Половина которой принадлежит тебе по закону Так они вместе С Верой и Иванной Покупали эту квартиру И выплачивали ипотеку Я все узнала Твой отец Оформил эту квартиру До того, как он расписался С этой медсестрой Так что ты наследник Сынок Ты уже взрослый мужчина И тебе пора иметь собственное жилье Я не буду этого делать Это их квартира Пускай в ней живут Какое благородство Ой-ой-ой Ну что, заговорили гены Отца Бессеребренника Так вот, мой дорогой Через несколько месяцев Ты останешься нищим И опять будешь сидеть На моей шее Хватит Ага, да Валентина Александровна Здравствуйте А, здравствуй, Наденька С праздником вас С Новым годом Праздником тебя тоже А что это ты решила К нам в каникулы наведаться Мы же только послезавтра выходим Случилось что? Да я вот хотела у вас спросить Вы уборщицу искали Уже нашли? А что, у тебя есть кто-то на примете? Присядь Ну, ты же сразу предупреждаешь Что зарплата маленькая Ну, это так Подработка к пенсии Вот, мне как раз Подработка-то нужна А я же здесь живу Две минуты пешком Я могу приходить За два часа пораньше А потом к своим ребяткам А если не секрет Что-то произошло, да? Да не секрет У меня отчим умер Ой Господи Царство небесное И когда же это? Прямо в новогоднюю ночь Ну, да Позавчера похоронили Так что мы остались Без кормильца, без денег И я Ой, бедная ты моя Ну, конечно, конечно Я подумаю, как тебя оформить И давай, из понедельника выходи Спасибо вам большое Здравствуйте Вам кого? Здравствуйте А вы Вовина мама, наверное? Меня Люба зовут А Вова дома? Допустим А что вы хотели? Я деньги принесла Нам Вова с похоронами помогала Сейчас друзья Вадима Петровича собрали И в больнице помогли Передайте, пожалуйста Я рада, что мой сын вам помог Вы знаете, Любочка Не смогла быть на похоронах Приболела Да что мы стоим Вы проходите, пожалуйста Здравствуйте Верочка Верочка Конечно Конечно Конечно, Сатасов Павлович Знаете, Антонина Дмитриевна Я... Девушка Володя Да А Вова вам рассказала, да? Да нет Володенька очень неразговорчив Пришлось самой догадываться А вас не смущает, что вы вроде как бы Брат и сестра? Да нет, что вы У нас же разные родители Ну да, конечно А как у вас сейчас в семье с деньгами? Ну, если честно, то не очень Но ничего, мы справимся Не сомневаюсь А ипотеку-то вы свою выплатили? Да, еще в декабре Получается, где-то меньше полмесяца назад Какие молодцы Ну, ничего Не переживай Скоро все станет на свои места Не расстраивайся Во, Аво Кстати, мне так твоя мама понравилась И она совершенно не против, что мы с тобой встречаемся Пойдем Вов, а пойдем сегодня в клубешник Потанцуем, развеемся Ты знаешь, у меня с банковской картой проблемы А наличных совсем нет с собой Ну ладно А давай тогда в кино пойдем Кино у меня хватит Возьмем билеты на последний ряд Что вы, девушка за меня платила? Ты меня за кого принимаешь? Да ладно Ну мы же вместе Почему я не могу заплатить? Вот именно поэтому и не можешь Ну пойдем тогда чайку попьем Ты знаешь, я сейчас так загружен работой У меня постоянные встречи Ну хорошо, давай тогда завтра встретимся Завтра тоже загружен Плотно-плотно Здрасте Здрасте, Ярована Ну так а что же вы на лестнице? Пойдемте к нам, ну Мама, я тебе чаем напою Любашка-то, наверное, не догадалась предложить Мама, ты что, я предложила Но у Вовы очень важная встреча Правда, я только проводил Все, до свидания Счастливо Пока Пойдем Здрасте, Анатолий Сергеевич О, ты-то мне и нужен Владимир Владимирович У нас проблемы Какие проблемы? Ну, дело в том, что слетело Несколько перспективных клиентов И нас просто обрекли на оптимизацию В смысле? Мы вынуждены отказаться от твоих услуг Как? Не понял Ну так, старик, ты уволен Извини Как уволен? Не тянем Спасибо, что приехал Здорово Меня только что с работы отвернули Да ладно Сократили Ты понимаешь Все так как-то одновременно Навалилось И отец умер И мать наезжает И любая Постоянно Пойдем туда Пойдем сюда А у меня ни копейки денег нет С ней по кафе ходить Слушай, ну давай я поспрашиваю своих Может вакансия есть какая? Меня мать вообще убьет Убьет, понимаешь? Ты говорить будешь? А что? Она рано или поздно сама узнает Ладно Лучше самому сказать Ладно, поехали Поехали Ты такой же беспомощный в жизни, как твой отец Тот тоже никогда не мог за себя постоять Мама, пожалуйста, мне и так плохо Это мне плохо, сынок Это мне теперь придется вкалывать Чтобы тебя накормить Одеть Обуть Значит так Пиши доверенность Я профессиональный юрист И теперь я буду заявлять твои права на наследство Ну хоть какой-то тебе угол Дураку достанется Нет, скажи Кому ты сейчас нужен? Без денег? Без работы? Я не могу так с ними поступить Не могу А как ты можешь поступить? Буду искать работу Только не забудь зарегистрироваться на бирже труда Зарегистрируюсь Попутного ветра Алло, Андрюх, привет, это я Ну что насчет работы? Как через месяц? Ну мне срочно нужно Да мне можно не по специальности Любую работу Водителем? Спасибо, я подумаю Ладно, я понял Спасибо, пока Андрей Михайлович Это Антонина Дмитриевна Добрый вечер Вы помните наш разговор о моем сыне? Алло Да, Любань, привет Ты как? На концерт? Сегодня? Я не смогу У меня важная встреча с клиентом Боюсь, что допоздна Так что ты иди с девчонками Мне потом расскажешь Я буду завидовать Хорошего вечера Целую Сынок Ну как поиски своего места под солнцем? Никак Понятно Сынок, иди сюда Что еще? Значит, пока ты Воздухом дышал Твоя мама поставила на уши полгорода И добыла-таки Тебе место Юриста В дочерней фирме Одного Нефтяного магната Спасибо Секундочку У меня есть условия Какое? Ты все-таки подписываешь на меня Доверенность В деле о наследовании Квартиры твоего отца А я говорю тебе Место и время собеседования Мам, зачем тебе это надо, а? Как зачем? Ты мой сын Я забочусь о твоем благосостоянии Но у тебя какая-то блашь И она мне не очень нравится Вот поэтому я и ставлю условия Ну как? Мне нужно подумать Музыка Музыка Ты что это делаешь? Ты что вы Воруешь у матери И все из-за этой шлюшки И все Это все есть Хватит, надоело Один я идиот, да? Вы все такие умные Мама Мама Что с тобой? Что с тобой? Сердце что-то давит Что? Что тебе принести? Там на кухне Шкафчики Капли Посмотри Сейчас Сколько капель? Не знаю Все равно Сейчас Сейчас Подожди Успокойся Отпустила? Мама Мамочка Не волнуйся Хорошо Я подпишу все что ты хочешь Только пожалуйста Давай сейчас не делить жилплощадь Пусть они живут как живут А я останусь владельцем Так на будущее На всякий случай Ладно? Хорошо? Хорошо Только давай сейчас Поедем к нотариусу Вместе Как сейчас? У тебя же приступ У меня еще хуже будет приступ Если мы это не сделаем Поехали сыночек Хорошо Поедем Хорошо Офис крутой Навороченный Хай-тек Там все в костюмах При галстуках Такие деловые Куда деваться? А ты там кем будешь? Юристом конечно Ну это пока Там легко подняться А самое главное Знаешь какая у меня будет зарплата? Какая? Вот такая Но я все равно на тебя обиделась Это за что? Ну потому что я ничего не знала Ты мне не рассказываешь Что у тебя проблемы на работе Ну это я просто не хотел Чтоб ты нервничала Ну я легко заглажу свое вино Как? Поехали ко мне узнаешь Да? Мама Ах ты мерзавка Дрянь Мама я тебе потом все объясню Что ты мне объяснишь? Почему Мать этой потаскушки отняла у меня мужа И она сейчас хочет отнять сына Ну как? Попробовала диванчик? Понравился? И квартирка вроде Получше чем ваше ипотечное Да? А вока на Тебе Девочка Выкуси А ну-ка вон Вон из моего дома Чтоб я тебя здесь больше не видела И рядом с сыном Чтоб никогда не появлялась Давай-давай Ни рожи, ни кожи Ну ты даешь Заявление от Бенецкой Антонины Дмитриевны Действующей по доверенности Бенецкого Владимира Владимировича 1987 года рождения Вот он какой оказывается твой Володенька Я не верю Может быть это не он Может это как-то по закону положим Конечно По закону Мать вертит сынам, чтобы лишить нас квартиры Что же нам теперь делать? А это зависит теперь от планов наследника Он может подать на раздел И превратить нашу квартиру в коммуналку А может выставить свою долю на продажу И тогда мы можем ее купить Только откуда мы возьмем столько денег? Я не верю Я завтра же встречусь с Вовой И мы все решим Это бред какой-то Вот увидите Все будет в порядке Вова не такой Он хороший Когда нас мама увидела Она очень расстроилась и разозлилась Ну это я еще могу понять Но вот то, что она сказала Ладно, проехали А вот это письмо с квартиры Это что? Она собираетесь выселить на улице? Ты что, глупышка? Это просто обычная формальность Обозначение прав в нужный срок Так всегда по закону положено Правда? Конечно И нас никто никуда не выселит? Да сто процентов нет Ладно, тогда целую сюда И проси прощения Прости, прости, прости Спасибо И сюда Главная проблема для вас сейчас, Вера Ивановна Это то, что ваш покойный супруг Не оставил завещание А от имени его сына Подано заявление на право на следствие И вашу квартиру Вам придется делить с ним в равных долях Как это? Подождите Эту квартиру мы вместе с мужем Постойте, ну он же Ту свою старую квартиру Оставил бывшей жене По закону Лишить прямого наследника наследство Можно только с помощью завещания А у вас его нет Что же нам теперь делать? На свою долю купите жилье В меньшей площади Но у меня две дочери Взрослых Взрослых? Да Ну, дочери птицы вольные Выйду замуж, переют к мужьям А до тех пор? Послушайте Ваш покойный супруг Не удосужился удочерить ваших девочек Я за него это сделать не могу Извините Присаживайтесь Я вас слушаю Антонина Дмитриевна Я Хотела вам сказать Я С Вадимом вас Не разводила Я встретила его, когда вы уже не жили вместе Я не пойму, за что вы мне мстите Я? Вам? Вы в своем уме, голубушка Да вы кто такая, чтобы я вам мстила? Но Я тогда не понимаю Зачем вы выгоняете нас из собственной квартиры? Но ведь Вадим Он вам все оставил Вам, сыном После развода А сам скитался по съемным квартирам Вы, любезная Можете сразу Перейти к сути дела Ну а суть в том, что вы нас просто выгоняете с девочками Вот за всем нашим скарбом За всей нашей без того разрушенной жизнью Я прошу вас Не надо Вот так и знала Я так и знала, что вы будете давить на жалость Но это бессмысленно Юридическая норма прописана ясно Единственный сын и вдова Наследуют поровну Что же нам теперь делать? Как я все это скажу девочкам? Ну, милочка Ну вас же никто не выгоняет на улицу Вы просто переедете в квартиру поскромнее И от вас зависит Сделаете ли вы это добровольно Или принудительно через суд А суд Я обязательно выиграю Не сомневайтесь Не сомневаюсь Любань, привет Что ты здесь делаешь? Не боишься мамочку свою расстроить? Люба, ты чего? А ничего Как ты мог мне нагло брать в глаза? Ну ты о чем? Не надо прикидываться Ты все прекрасно понимаешь А я тебе поверила, как последняя дура Я не понимаю, о чем ты говоришь Все ты прекрасно понимаешь Ты очень низко поступил Удачи тебе на новой работе Люба! Люба! Люба, ну подумаешь Переедем в Лесногорск Ну не надо так убиваться Ну Кто же виноват, что твой Володенька оказался Да достали вы меня уже со своим идиотским в Лесногорск Я вас слышать уже обеих не могу Вы меня достали Ну, Любонька, ну девочка моя Ну мы же с мамой тоже не по своей воле уезжаем Конечно, вам вообще все равно Как жить, где жить Куда ехать А мне не все равно У меня вот, может быть, вот сейчас Все мое будущее рушится сейчас Ну это уже нечестно Ты бы хотя бы маму не трогала Ты даже примерно не представляешь, каково я сейчас Конечно, я ничего не понимаю Я ведь ребенок А ничего, что этот ребенок беременный А вам? Естественно Вам же важнее ваши личные проблемы, чем моя жизнь Конечно, важнее Мам Мам Люба Какой у тебя срок? Где-то два месяца Время еще есть На что? На аборт Вы обалдели? А что? Аборт? Это преступление Вы тогда убийца Надя А можно я сама приму решение? Хорошо, мам Я сделаю аборт после переезда Мам Два месяца У него уже сердце Ручки, ножки сформировались У него уже есть лицо Это маленький, но человек Я не дам его убивать Ясно? А что ты хочешь? Чтобы я рожала ребенка от этого подонка Который нас из собственной же квартиры выкидывает? Да что я одна в этой глуши буду делать с ребенком, а? Ты не одна У тебя есть я и мама Знаете, у вас есть своя жизнь Я не буду вам абузой Ну что ты, доченька Ну какая абуза? Ну если ты решишь его оставить То мы обязательно с Нади тебя поможем Люба Мам Я все решила Я сделаю аборт Только попробуй Дочь Люба Я не хочу Не хочу Не хочу Меньше, чем может все Субтитры создавал DimaTorzok Дочь 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 Ну что? Люди живут И мы будем, да? Вроде не пустыня, не глухомань Угу Ну Дочь 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 Ну, а мы с тобой все разбираем и расставляем. А потом мы пойдем устраиваться в жизни. Здравствуйте. 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 Приехали, Фифы. Не жилось им в своих столицах. Видимо, там не сгодились. Думаю, здесь их ждут. Ну, что, всем удачи сегодня. До вечера. А мне вот на автобус туда. Я побежала. Мне пару кварталов пушка. Пока. Надюша, может, я тебя провожу, а потом пойду работу искать. Конечно, пойдем. Входите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по какому вопросу? Я по направлению из здравоотдела. Вот. Присаживайтесь. Санитарка? Почему ко мне? Идите в отдел кадров. А к вам? Потому что я не санитарка. Я медсестра высшей категории. У меня более 20 лет опыта работы. Я не понимаю, как человека моей специальности и квалификации можно направлять на должность санитарки. Ну, не я же вас направлял. Эта дама мне там сказала, что у вас в городе на каждое рабочее место интеллигентной профессии десяток претендентов? Это правда. Но высококвалифицированная хирургическая сестра, таких везде мало. Но неужели у вас полный комплект? Послушайте. Больдеть Ивановна, а скажите мне, в этой больнице когда-нибудь закончится позвоночный прием на работу? Как ты не понимаешь, что от каждой принятой тобой на работу дуры зависит человеческая жизнь? Так, извините вам, в отдел кадров это не ко мне. Да оптимизировались! Вы хирургическая сестра? Да, я работала хирургической сестрой. Только здесь, видимо, я буду санитаркой. Ясно. Я сейчас иду к свежему ампутанту. Сможете сделать перевязку самостоятельно? Ну, это противозаконно, ведь я не трудоустроена. Ясно. Тогда не ко мне, в отдел кадров. Будете мыть полы и выносить утки. Да подождите! Давайте история болезни, я должна понимать, что за ампутант. Ну, это другой разговор. Значит так, ампутации стопы по шарпу, продолжай. Ну, если по шарпу, значит, операция выполнена на протяжении плюсневых костей с образованием двух лоскутов и формированием короткого тыльного лоскута с сохранением мышцы сухожилия. Это у него первая перевязка после операции. Как будешь перевязывать? Ну, там мокнущее атеросклеротическое гангрена, да? Ну, значит, повязочное укрепление опоры с предварительным обеспориванием. Молодец. Вот, что я хотел услышать. Да оптимизировались. Некому перевязку сделать. А я не знаю, как вам обращаться. Да просто. Профессор Илья Сергея Васильевича Демьянов. Заведующий хирургическим отделением. Так а где мне переодеваться и во что? Лучше серьезно подумали, что я вас без официального оформления заставлю работать. Нет. Ладно, ждите меня, сейчас я пройду. Здравствуйте, дети. Сейчас мы будем с вами знакомиться. Кто знает, как знакомятся люди? Они здороваются и говорят друг друга, как вас зовут. А как вас зовут? Меня зовут Надежда Павловна. А то, что ты Лёва, я уже знаю. Хорошо. А зачем знакомятся люди? Люди знакомятся, чтобы лучше узнать друг друга. Правильно, Лидочка. А еще мы узнаем друг друга по тому, что думают о нас наши друзья. Поэтому сейчас каждый из вас расскажет мне про своего друга или подругу. Начнем мы с Наташи. А у меня нет лучшей подруги. Наташа, потому что ты дура. Саша, так нельзя. Надежда Павловна, с ней никто не хочет дружить, потому что она плакала. Ничего страшного. Я когда была маленькая, тоже очень много плакала. Наташ, а хочешь, я буду твоей лучшей подругой? И я. Саша, так нельзя. Валентина, у тебя сейчас на приеме женщина была. Данилова? Да, она будет работать у меня. Хирургической сестрой. А у меня ставок нет. Что значит ставок нет? Гони своих бездельниц с чертовой матери. Так. Если ты этого не сделаешь, я это сделаю сам прямо сейчас. Ну подожди. Ну хорошо, я, ну хорошо, я что-нибудь придумаю. Ну вот и ладненько, умница. Как вас зовут? Данилова. Да нет, зовут как? Вера, Вера. Значит так, Вера, будешь работать у меня? А сейчас сиди к Валентине Степановне, устраивайся, она тебя ждет. Спасибо. Я вам так скажу, радоваться вам особо нечему. Профессор Демьянов, известный в нашем городе чудак и самодур. С ним ни одна медицинская сестра не может сработаться. Ничего, я постараюсь. Но он великий хирург. Спас вице-мара города от верной смерти. И поэтому ему все прощается. Я справлюсь. Ну что ж, добро пожаловать в коллектив. Идите, оформляйтесь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Девушка, а вы случайно не к нам собираетесь поступать? А к вам это куда? Как куда? В училище гражданской авиации. В зависимости от того, кем возьмете. А вы с вашей внешностью у нас обязательно станете лучше стюардессы мира. Спасибо, но я пока в стюардессы не собираюсь. Соглашайтесь, у нас училище просто класс. И начальник летчик Ас. Кстати, его фамилия Нестерова. Как и у основоположника школы высшего пилотажа. Ну это меня и сделает. А где его можно найти? А вон там у нас главный корпус. На втором этаже спросите. Пока, ребят. Смотри какая. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а не подскажете, где кабинет начальника училища? Да, вот. А, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Если вы начальник, то к вам. Да, пожалуйста, присаживайтесь, походите. Благодарю. Чем могу быть полезен? Я хочу у вас работать. Надо же. За что же нам такая честь? Ну, во-первых, вы рядом с домом. А во-вторых, меня устраивает ваш контингент. Симпатичный. Контингент. Да, контингент у нас симпатичный. Ну, и в какой же области гражданской авиации вы являетесь специалистом? Хочу по специальности работать. Могу музыку преподавать, хором руководить или концертмейстером работать. Боюсь, что хоровое пение в нашем штатном расписании не предусмотрен. Значит, МВД может себе позволить заниматься музыкой, а гражданская авиация нет? Что, действительно занимаются? Конечно. Знаете, у них какой хор? Можно только позавидовать. Увы, в нашем учебном плане хоровое пение не предусмотрено. Значит, первым делом самолеты надо. Могли бы предусмотреть. На будущее непременно учту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Анает Сергей, загляни-ка ко мне. Идея одна возникла. Мам, Люк, я дома. Привет. Иди ко мне. Ты чего, Люба? Из-за работы, что ли? Слушай, ну, не сразу все складывается, не волнуйся. Деньги пока есть. Но не помрем же мы с голоду. Да что ты за человек такой, Надь? Что вообще вы с мамой из-за людей? Вам все ни по чем. В этом Лесногорске проклято, мы вообще никому не нужны. У нас тут ни друзей, ни знакомых. Как вообще тут можно жить? Нормально. Как все люди живут, так и мы будем жить. Все, хватит плакать. Знаешь, я хотела тебе рассказать, мы сегодня в детском саду с ребятами. Ничего я не хочу слушать про твоих детей. Я здесь никому со своей музыкой вообще не нужна. И вообще я сдохну скоро, меня постоянно тошнит от всего, от этого города тошнит, от всего. И не замечать, что этот город такой отвратительный и мерзкий могут только такие овцы, как вы с мамой. Понятно, Любочка. Вот если здесь и есть овца, так это как раз ты. Понятно? За какой ты статья овца? А с такой, сестренка. Я видела твой телефончик и прекрасно знаю, что ты переписываешься с этим мерзавцем. Вообще-то я ни на одну его эсэмэску еще не ответила. Да? Да. Да ты что? А то, что ты подсматриваешь чужие телефоны, это низко, ясно? Я от тебя такого не ожидала. Чего мне теперь от вас все прятать, что ли? Нет, конечно. Давай лучше обсуждать мои моральные качества, чем тебя с этим разбрекрасным Володей. Что ты вообще понимаешь, воспитательница? Да, Вова слабохарактерный. Но это все не он, это все его мать устроила, он от нее зависит. Но вообще-то ему сейчас очень плохо, и он мне постоянно пишет и прощения просит, потому что он хороший. А что же ты тогда такому хорошему про ребенка не сказала? Чего же вы такие толстокожие-то все? Как же я от вас устала? Девочки, хватит ругаться. Привет, мам. Привет. Пойдемте лучше на кухню. Надь, Надь, пожалуйста, не рассказывай маме про Вову. Пожалуйста. Люб, ну не может быть такого, чтобы в городе для тебя ничего не нашлось. Ну бог с ними, с этими летчиками. Не расстраивайся, детка, тебе вредно. Пойдешь завтра со мной к заведующей. Мама, она у меня в душе человек. Угу. Будет она с тобой детский хор. Ну ладно, детский так детский, еще лучше. Мама, а шампанское-то неспроста, наверное? Что празднуем? А, неспроста. Представляете, они дали мне направление с санитаркой. Горшки убирать. Подожди, что ты согласилась? Ну, а что я должна была делать? Права качать? Ну, мам. Но! Тут прям как по волшебству появляется завхирургии и давай ругаться с главврачом. А потом говорит мне, иди со мной на перевязку. Да. А я ему говорю, так это незаконно. Он говорит, плевать. А потом задал мне пару вопросов и говорит, ты про перевязку забудь. Это я пошутил. Но на вопросы ты ответила толково, иди, оформляйся. Так что теперь, девочки, я профессорский ассистент. Ну, выпьем за новую жизнь. Ой, подождите, а мне? А тебе нельзя? Ну, и ладно, и пожалуйста. Можно. Специально для тебя купила безалкогольное. Понятно? Мамочка, ты у меня самая лучшая. И вы у меня. Не то, что вот эта вот зануда. Девочка, так что вот, кормить. Здравствуйте. 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 Не, ну ты только посмотри, а. Местные годами работу найти не могут, спиваются с горя. А эти проститутки, тьфу ты господи. Найте, пожалуйста, так сразу и при работе. Ну почему проститутки? Приличные вроде. Ну, говорит, и я там не брызгалась. Ведь не шумят, не гуляют, на работу ходят. На работу, на работу. Ага. Надюша, ты сегодня после работы хлеба и молока купи. А, и пару десятков яиц, хорошо? Хорошо, мамуль. Ну все, пока. Пока, удачи. Удачи. Ну что, идем? Идем. Договорились все, как мы встретимся на выпускной. Представляешь, этот вчерашний долдон смотрит на меня нагло и говорит, простите, а в какой области гражданской авиации вы являетесь специалистом? Ты? Да. Ну, у этого усача даже мысли не могло в голову прийти, что молодым курсантам нужны музыкальные занятия. Что у них вот только сейчас период жизни, чтобы хоть какие-то навыки получить. Ну, может, это и хорошо, что он долдоном оказался. Да. Долдон уже все осознал. И усачу стыдно. Здравствуйте. Здрасьте, здрасьте. Здрасьте. Простите, пожалуйста, я не хотела, правда? Хотела, хотела. Не отпирайтесь, Любовь Павловна. Простите, а откуда вы знаете, как меня зовут? Здрасьте. Здрасьте, Игорь Васильевич. Здрасьте. Ну как же, вы же вчера сами мне свой диплом показывали. Так вот, я переговорил с заведующим учебной частью. Училище есть план по факультативным занятиям. И даже штатная единица имеется. Но вот факультатива никакого нет. Так что есть возможность обсудить создание хора в училище. Люба, я считаю, надо срочно обсудить эту возможность. Ну, если Любовь Павловна не против. Конечно, не против. Идите, идите. Тогда милости прошу ко мне. Идемте, идемте, Люба Павловна. Прошу. Пока. Давайте помогу. Сколько у нас сегодня народ на перевязку? Шестеро наших и четверо из Гнойного. То ли еще будет. Оптимизация. Ну, у них там сестра в отпуске, а вторую сократили. Сколько сейчас времени? Полвторого. Полвторого? У нас еще есть полчаса. Можно чаю попить. Все равно до вечера заниматься перевязками сегодня. Пойду в ординаторскую поставлю. Чего это ординаторскую? Ты думаешь, в зав. отделении чайника своего нет? Идем ко мне. Пошли. Приехал сюда по распределению. Думал на три года. Оказалось навсегда. Здесь же обдавило. Дети разъехались кто куда, выросли. Сама-то замужем? Дважды вдова. Ну, а как? Первый муж на машине разбился, когда младшей дочери трех лет не было. А второй в эту новогоднюю ночь пошел в соседнюю комнату девчонкам за подарками. Да так и не пришел. Обширный инфаркт. Да. Не позавидуешь. Да. Не позавидуешь. Знаете, лучшее лекарство от житейских бед – это работа. Наша работа. Ладно. Идемте на перевязку. А то действительно придется торчать здесь до утра. Прошу. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Может, чай, кофе? Воды, если можно. Кундочку. Спасибо. Так вот, Любовь Павловна. Пожалуйста, не называйте меня так. Я себя сразу такой теткой с пучком представляю. Белые рубашки и здесь камеи на воротнике. Ух, вы как точно. Прямо все сразу представил. Так вот, у меня есть пучка. У меня эта идея с хором, она даже мне в голову не приходила. Я учился в девяностые, когда все разваливалось. Не до музыки было. А ведь раньше хор в каждом училище собирался. Так вот, я подумал, чтобы мои курсанты не были долдонами, как вы говорите… Простите, пожалуйста, я не хотела так говорить. Знаете, у меня проблемы есть. Я сначала говорю, а потом думаю. Правда, мне очень стыдно. Добровость. Вы все правильно сказали. Так вот, чтобы они в свободное время не лоботрясничали. Может, действительно. Пускай поют. Простите, я не знаю, как вас зовут. Игорь Васильевич. Да, Игорь Васильевич. Я не знаю, как мы с вами это сделаем. Нельзя же в приказном порядке. Они в приказном, они не пойдут. Давайте я сама с ними поговорю. И если они не захотят, я пойду в детский садик устроюсь. Договорились? Разумно. Возразить нечего. Если я завтра общий сбор объявлю, подготовитесь? Тут не подготовка нужна. Тут харизма и обаяния надо. Ну, тогда вам точно. Удача обеспечена. Значит, завтра после занятий в 17.00 в актовом зале? Спасибо за то, что дали мне шанс. Да не за что. До свидания. Игорь Васильевич. До свидания. Всего хорошего. Ну, вот. Почти закончили. Так. Как же мне эта тошнота достала. Это чтобы ты о ребенке не забывала. Надь, ну вот ты вечно все испортишь. Мам, ну вот в кого она у нас такая зануда? А Надя права. Тебе давно нужно встать на учет и начать наблюдаться. Угу. А я не хочу. Почему? Боюсь. Тем более все про беременность узнают. Ну, перестань. Я договорюсь на бывшей работе, там есть женская консультация. Будешь туда ездить, а потом подыщем роддом. Да ну, ездить еще. Кислятина какая-то, фу. Ты на себя посмотри. Ты такая кислая, как этот огурец. Я бы вот на тебя посмотрела. Если б тебе целое училище молодых парней, нужно было бы убедить в том, что им жизненно необходимо записаться на хор. Доченька, у тебя все получится. Не переживай, тебе вредно. Ну, мам, ну это же молодые пацаны, обычные шалопаи, курсанты. Ну, что мне делать, а? Не знаю. Я вообще ничего не понимаю в мальчиках. Они другие. Вот Надя у нас воспитательница, у нее и спроси. Их надо просто заинтересовать. А вообще, кстати, училище — это неплохо. Спецстаж сразу пойдет. Надо сделать что-то такое, чтобы они сразу ржать не начали, как только тебя увидят. А то все. Пиши, пропало. Басно. Финита. Крышка. Ну, перестань. И что мне им такое придумать? Вера, надежда, любовь, Что остается прежде? Дверь закрывает замок, Разлука закроет сердце. Гильдан? Пишик, Все так ты без меня, кричит тихо душа, Ты был со мной и не был, я без тебя, вот так я без тебя, Как белый парус летит на горизонте в небо, Ты без меня, все так ты без меня, кричит тихо душа, Ты был со мной и не был. Всем здравствуйте, меня зовут Любовь Павловна, и я каждого из вас могу научить играть на гитаре и петь почти так же, как я, только для этого мне нужно у вас здесь работать, а чтобы я смогла работать, нам нужно собрать хор, и если кто-то из вас готов записаться на хор, поднимайте руки. Ну что, Антонович, надо хор организовать. Да. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Пожалуйста. Значит так, я сейчас там даю свой паспорт и дальше ты Надежда Данилова, поняла? Поняла. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. На аборт? Нет. Мы становиться на учет. Давайте паспорт. Вера Ивановна, я тут узнал, что вы взяли ночные дежурства. Да, взяла. Знаете, у нас сейчас обстоятельства такие, каждая копейка на счету. Вы хоть понимаете, что хирургическая сестра это продолжение рук хирурга? А скажите нам милость, зачем мне такое продолжение рук, которое качается после ночной смены? Ну, Сергей Васильевич, просто у меня дочь вот-вот должна родить и действительно очень нужны деньги. Сколько вам нужно денег? Да нет, вы что, я не хотела. Я не спрашиваю вас, чего вы хотите или не хотите. Я спрашиваю, сколько вам нужно денег, чтоб вы прекратили работать по ночам. Все, что касается ваших надбавок за квалификацию профессионализма и слугурет, это я беру на себя и думаю, что мне не откажут. А я вас прошу, не пороть от себя тяну и не стойте себя героиню. Вы профессионал. Цените себя. Цените себя. Так, самое главное запомни, тебя зовут Надя. Надя. Надежда. Хорошо. А если они паспорт спросят? Ну, какой паспорт? Паспорт они уже спросили. Все, теперь твой самый главный документ – это медкарта и полис. Хорошо, Надя. Я вижу. Это мальчик? Мальчик. Хотите увидеть его сердце? Нет. Конечно, хотим. Мальчик. Вот оно. Пьется. Как же здорово, а? Он живой, скоро родится, увидит мир. Какой? Какой? Какой, Надя, он мир увидит? Ну, что я ему могу дать? Так, подожди, мы же договаривались. Ты его рожаешь, а я его воспитываю. Ну, и никакой обузы тебе. Хочешь, занимайся дальше хором, мастерством, певчим. Главное, чтобы наш мальчик жил. Хорошо. Новый год Все, выше, и выше, и выше Стремим мы полет наших птиц И каждом в профиле верши В попустье наших границ И каждом в профиле верши В попустье наших границ Всё выше, и выше, и выше, стремимый полёт наших птиц. И в каждом пропелии дышит, спокойствие наших границ. Молодцы. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Спасибо вам большое. Молодцы. Хорошо поют. Спасибо. Спасибо. Игорь Васильевич, мы в это воскресенье будем давать хоровой концерт. Надо бы, чтоб ребята пригласили каких-нибудь своих знакомых, близких. Ну, чтобы хоть какие-то зрители были. А, ну раз надо, сделаем, конечно. Хорошо. Ещё, Игорь Васильевич, мне через какое-то время понадобится отпуск без содержания. Ну, где-то на месяц. Я поеду на прослушивание в консерваторию. Вы что, хотите от нас уйти? Да нет, что вы, это на заочное. Ах, не надо меня так пугать. Ну, раз надо, сделаем и отпуск. Заслужили. Спасибо. Да-да. Здравствуйте. А, Наденька. Заходи. Татьяна Семёновна, дело в том, что мне нужно взять отпуск без содержания на неопределённое время. Надя, ну какой может быть отпуск? Вы у нас работаете всего несколько месяцев. Я жду ребёнка. У меня отличное сохранение. И уйти в декрет. Декрет. Одежда Павловна, вы меня ужасно подвели. Дети только-только начали к вам привыкать, а вы… Я понимаю, ну что я могу сделать? Да ладно. Правда. Только зачем нужно было таиться? Мы рождены, что сказку сделать былью, преодолеть пространство и просторь. Нам разум даст стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный моторь. Всё выше и выше и выше. Стремим мы полёт наших птиц. И в каждом пропелле не дышит. Спокойствие наших границ. Я хочу от всей души поблагодарить нашего музыкального руководителя, Любовь Павловну Данилову, благодаря которой в нашем училище началась новая жизнь. Она открыла среди наших курсантов не только много музыкальных, одарённых людей, она ещё и их общую успеваемость повысила на двадцать процентов. Браво! Браво, Любовь Павловна! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вы знаете, Люба, в общем, я в курсе, что ваша старшая сестра готовится стать матерью. Наверное, вам скоро понадобятся деньги. Да что вы, Игорь Васильевич, спасибо, но не надо. Как это не надо? Я сегодня уже подписал приказ о выплате вам времени за удачно проведенный концерт. Правда? Спасибо большое, это очень кстати будет. Вообще, Люба, можете рассчитывать на любую дружескую помощь. Надеюсь, я имею право считаться вашим другом. Конечно, вы самый настоящий друг и есть. Вера, подождите секунду. Да? Вера, поскольку земля полнится слухами, кое-какие дошли и до меня. Ваша старшая дочь должна мотву трогить. Да, девятый месяц. Ну, а что же вы молчите, я же вам сказал. Если вдруг будут какие-то проблемы, смело обращайтесь ко мне, тем более в области медицины. Сергей Васильевич, она просто очень переживает, что ребенок родится без отца, понимаете? И очень боится огласки. Мы ищем хороший роддом, но не в Лесногорске, а где-нибудь рядом, ну, чтобы ее никто не знал. Значит так, у меня в Зареченске однокурсник главврачевого дома. Да. Хорошая аппаратура, спецы классные. Я с ним сегодня созвонюсь и вечером сообщу вам информацию. Спасибо, Сергей Васильевич. Вы нас здорово выручаете. Ладно, скажите дочке, чтобы не волновалась. Скажи. И сами не волнуйтесь. Так, ну, давай, давай, Юночка. Ну, не волнуйся, все будет хорошо. Откуда ты знаешь? Ты что, рожала, что ли? Ну, мам, ну, пожалуйста, не оставляй меня здесь одну, мам. Ну, что ты, моя милая, конечно, мы тебя не оставим. Мы будем все время тут. Будем ждать тебя. Тихо-тихо. Уже почти приехали. Не волнуйся. Все будет хорошо. Чуточку утерпения. Кто такой хороший, а? Кто такой красивый? Лю, ты посмотри. Ты посмотри, какое счастье. Я не хочу. Я ничего страха испытываю. Что ты такое говоришь, а? Ну, отстань, а? Тихо. Сейчас заплачет. Нет, все, Нань. Давай я дом малютки с дамой здесь оставлю. Ну, какая я ему мать, а? Все сказала. Все сказала. Значит так. Ребенка рожала. Не любовь, Павловна, Данилова, а Надежда. И я мою радость бросать не собираюсь. Да? Я тебя воспитаю, сыночек. А Васенька у нас будет Данилов. Как тебя вызвала? Василия. Почему? Ну, посмотри на него. Ну, кто он? Мой Василечек, конечно. Да, конечно, вы правы, да. Привет. Привет, папа. Привет. Забирайте дочку. Поздравляю. Это в носу, вот я какую хорошую. Спасибо. Сереж, Сереж, ну куда ты побежал? Меня подожди. Мама, мама наша. Даниловы. Доченька, поздравляю тебя. Держите, аккуратно. Держите. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. До свидания. Пока. Хороший какой, красивый. Это Надежда. Вера, надежда, любовь, что остается прежде. Дверь закрывает замок, разлука закроет в сердце. Хочется верить и ждать, хочется не прощаться. Только такое счастье можешь, ты мне не обещать. Ты видишь, я без тебя, вот так, я без тебя. Как белый парус летит на горизонте в небо. Ты без меня, все так, ты без меня, кричите. Ну что, Костырьков, доправился? Я же тебя предупреждал. Ну что, это больше не повторится? Не повторится, Игорь Васильевич. Здравствуйте, Игорь Васильевич. Здравствуйте, Любовь Павловна. Так, все, Костырьков, свободен. Любовь Павловна. Любовь Павловна. Добрый день. Здравствуйте, еще раз. Очень рад вас видеть. Я тоже. Любовь Павловна, а может, пройдем ко мне в кабинет? Поговорим? Хорошо. Прошу. Проходите. Ну, рассказывайте, как прошло прослушивание? Прослушивание прошло прекрасно. Я получила программу подготовки к вступительным экзаменам. Так что дома буду готовиться. Все равно вступительные летом. Понятно. Может, пока чаю? Да нет, я хотела в учебный чай зайти. Не нашла себя в расписании. А зачем куда-то ходить? Сейчас мы все здесь решим. Светочка, пригласи, пожалуйста, Сергея Антоновича в кабинет. Ну, вот, сейчас все выясним. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Вы так похорошели, преобразились. Спасибо. Это больше город на вас так благотворно повлиял? Да нет, что вы, я никогда его не любила. В нем столько шума, суеты. Здесь совершенно все по-другому. Здесь... Позвольте. Спасибо. Тихо, спокойно. Я как будто к себе домой вернулась. Да, действительно, город у нас славный. Люди в нем хорошие, добрые. А главное, отзывчивые. Прекрасные люди. А то, что касается всего этого, я теперь так буду выглядеть всегда. Мне нравится. Спасибо. Спасибо. Надюша, я хотела тебя спросить. Может быть, пусть Люба покормит пока Васечку? Пока у нее есть молоко. Мама, мы это уже обсуждали. Ну да. Это создаст дополнительные проблемы и мне, и Любе, и Васечке. Ну я просто подумала, что так будет лучше, для ребенка лучше. Нет, не будет. Ну почему? Надя. Мамочка, Вася записан, как мой сын. То, что мы сделали с Любой, это противозаконно. Мы фактически преступницы. Ты представляешь, что будет, если кто-то узнает? Надя, ну кто узнает и как? Достаточно любой случайности, неосторожного слова. И как я объяснила, что у меня нет молока, а у нее есть. Ну, Надюша, ну. Мам, ну пожалуйста, ну зачем эти эксперименты? Самое главное, что у нее еще не проснулся материнский инстинкт. Ты представляешь, что будет, если это случится? Вот тогда у нас действительно будут у всех проблемы. Ну послушай, я думаю только о ребенке, но ведь для него это так полезно. Мам, ну давай мы подумаем обо всех нас. Ну зачем эти эксперименты? Да, Надюш, ты права. Мы больше эту тему не обсуждаем, даже между нами. Все, ребенок мой, я его родила. У меня проблемы с лактацией. Ребенок на искусственном скормлении. Любовь, моя сестра, помогает мне, как может, и точка. Хорошо, хорошо, Надюша, хорошо. Так лучше, правда? Да. Ой, я и про это же знаю. Ты понимаешь? Здравствуйте. 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 Ну вот скажи, бесстыжая девка, а? А еще в садике работает. Как ей только детей доверяют. Небось, с кем-то из папаш нагуляла. Ну ты, злая дня черноротая. Нагуляла и нагуляла, детский дом не подкинула. Сама воспитывает. А на тебе, Маргарита, особый грех. А мне чего? Грех какой? А ее мать в наша больница тебя выходила, а ты теперь кости моешь ее дочери, зараза неблагодарная. Детки, собираемся на прогулку, надеваем кофточки, завязываем шнурки. Здравствуйте. 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 Тихо. Тихо. Василечка разбудите. Тихо. Посмотрите, какой мальчик. Тамарочка, посмотри две минуты, я быстро. Как ты выросла? Посмотрите, какой у нас совет. Чуть-чуть, тихонько только надеваем. Надя, Семеновна, здравствуйте. Надя. Знаете, я надумала к вам возвращаться. Вы, может быть, возьмете моего Василечка к себе в ясельке? А сколько ему? Четыре. Ну, почти четыре месяца. Да ты что, да вы садись. Надя, ты же прекрасно знаешь, что мы берем детей с полутора лет. У меня ситуация такая безвыходная. Не могу же я на шее у сестры и у матери сидеть. Может, мы как-нибудь... Нет. Меня же сразу уволят. А что отец? Не помогает совсем? Надя, может, прижучить его? Как следует, а? Нет, я... А элементы потребовать? Стараюсь о нем забыть. Вообще, как будто его и не было вовсе. Гордячка. Это же просто деньги. И деньги для ребенка, а не для тебя. Пеленки, распашонка, детское питание. А учеба? Надя, смотри, чтобы потом не пожалеть. Не хочу вообще, чтобы у него права были на Василечка. Ой, милая моя. Много ты понимаешь. Платит, не платит, а права все равно у него есть. И лишить их можно только через суд. На. Практи, прости меня. Прости меня, что я не могу взять твоего Вася. Да, я понимаю. Люба. Знаете, очень хочется со всем вашим семейством познакомиться. Не будет с моей стороны наглостью напроситься к вам в гости. Да что вы, Игорь Васильевич, мама с Надей только рады будут. У нас же здесь. Здрасте. Вообще знакомых нет. Так только, если на работе. Я б так не сказал. Про Ивана уже полгорода говорит. Великая женщина. На 8 марта ей цветов и конфет нанесли на полк. Уважают. Да откуда вы все знаете? Шпионите? Вы, наверное, всех под колпаком держите. Скажете тоже. Под колпаком. Просто мы с профессором Демьяновым иногда по-холостяцки в шахматы играем. А ваша мама его покорила своим профессионализмом? Так-то у нас человек невосторженный и очень придирчивый. Я вам сейчас о моем случае расскажу. Простите, мне идти надо. Надя попросила с ребенком посидеть. По поводу гостей, конечно, приходите. Давайте в воскресенье в обед. Я маму с Надей предупрежу. Буду непременно. С меня подарок. Не надо. Ну как не надо? Первый раз в доме. Так положено. До воскресенья. Люба, ты пришла? Подойди ко мне. Люба, включи смесь подогреть, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну все. Я просила тебя мне помочь. Я просила тебя мне помочь. Меня достала уже со своим ребенком. Да что он? Отлично. Ты его еще хотела убить, пока он не родился. Девочки, ну что же, ругаетесь? Ну что происходит? Что вы как кошка собака? Вы же самые родные друг к другу. Ну прости меня, Надь. Я правда не хотела. Хорошо, пойдем. Я сейчас все разогрею. Ладно, пойдем. Надь, ну прости эгоистку. Тихо. Ну прости меня, пожалуйста. Я знаю, что я ужасно себя веду. Честное слово. Но если ты знаешь, зачем ты так делаешь? Какой смысл? А какой смысл в моей жизни? Ну, правда, у тебя есть Вася. Ты вся в него ушла. Вот твой смысл. А я для чего живу. Поэтому я и наезжаю на маму и на тебя. Надо, чтобы в жизни было, о ком заботиться. Тогда появляется смысл. А может, я умею только о себе заботиться? Не, ну правда. Может, мне нужно сначала на себе потренироваться, а потом уже на людях эксперименты ставить, а? А вот это уже эгоизм, сестренка. А может, эгоизм это не так уж и плохо? Я никому не мешаю, мне никто не мешает. Тише, да гладь. А вот, знаешь, тебе влюбиться надо. Интересно, в кого? Тьфу, в кого? В кого? Тише целое училище у молодых парней бегает. Ага, спасибо. Одни же ребята ржут да бегают. А, кстати, Надь, к нам в воскресенье гость придёт. Сам начальник училища на обед напросился. Долдон-то этот? Ага. Он ничего, хоть и старый. Какой он старый? Он вообще не старый. Ага, ему лет сорок. Много ты понимаешь? Сорок лет для мужчины это самый расцвет. Давай идти. Не мешай. Ну да, он походу дело в меня втюрился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам, приехал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, давай, встречай. Ага. Здравствуйте, Любовь Павловна. Ну что вы? Ну зачем вы столько всего принесли? Да разве же это много. Это так, гостинцы. Я даже не знаю, что с этим делать. Мам, представляешь, Игорь Васильевич со своим продовольственным пайком пришёл. Здравствуйте. Здравствуйте, я Вера Ивановна. Любочка преувеличивает у нас в авиации цветы. Спасибо. К пайку не выдают. Куда прикажете отнести? Да ну что вы, я сама, только вот, ну зачем вы, ну? Хотела сделать вам что-то приятное. Вот знаете, с фантазией у меня как-то не очень. Вы проходите. Ага, прошу. Вот. Может, пока за стол не сели, я вам спою? Могу только мечтать. Но эту мечту не так сложно осуществить. Я скучаю по тебе Или без тебя Сколько в русском языке Слов Чтоб рассказать, Как я люблю тебя Как-то лучше промолчать Слушать сердцу звук Все движения души твоей Так легко ловить Когда любовь горит В тебе это И нет меня Когда тебя Нет рядом Если ты молчишь Совсем молчишь Там нет меня И нет тебя Я скучаю по тебе Или без тебя Я скучаю по тебе Или без тебя Ну что же, Игорь Васильевич, открывайте шампанское, разливайте Вера Ивановна Честное слово Я не знаю Какая судьба привела вас в наши края Но вы даже себе представить не можете Как я благодарен Этой вашей судьбе Ну, вы нас перехваливаете Мам А я считаю, что человека надо хвалить и баловать Вот только тогда он будет хорошим Правда, Игорь Васильевич? Конечно, верно Верно, верно Но не для всех Любочка, Вера Ивановна, Надя Я хотел бы вас попросить Называть меня просто по имени Ну, в приватной обстановке А то, вы знаете, я чувствую себя как-то По-дурацки Неловко, вроде как на работе Ну, Игорь Васильевич Тогда придется выпить на брудершафт Ну, все Спасибо За вас Любка-то как кокетничала со своим шефом А он, кажется, всерьез ей увлечен Да, да, я заметила Может, это судьба Выйдет замуж И забудет этого Володю Все, что с ним связано Мама Что? Замужество и Люба Вещи несовместимые Ой, ладно Да нет у нее ничего серьезного с ним И вообще Ни с кем у нее ничего серьезного не будет А Володя она не вспоминает? Нет Нет? Нет, ты чего? Нет, ничего, спросила Даже ни разу не уговорила Ну, дай бог Дай бог А Игоря Васильевича мне жаль Если все так, как ты говоришь Ох, настрадается он Настрадается? Да Хороший мужик Надь, ну что ты всполошилась? Целый забег проделала Показалось, что Васильечка плачет Да все в порядке Вася твой спокойный, уравновешенный Весь в тебя Да уж Ладно, посиди с детьми А я в магазин схожу Давай, спасибо Я скоро Вот этот аккорд называется ля минор Поставь пальчики, так как указано на рисунке И возьми аккорд Взять аккорд, это значит заставить все струны звучать чисто и мелодично поочередно Почти Смотри Пальчики по отношению к грифу должны стоять вот так Ага Вот, молодец, уже намного лучше На третьей струнке чуть посильнее зажимай Все, на сегодня занятие окончено Порепетирую еще давно, потом продолжим Спасибо До свидания Здравия желаю Здравствуй, Паша Любовь Павловна Хотела бы с вами поговорить Извините, мне надо идти Что-то случилось, Люба? Нет, все в порядке Надь, Надь, что мне делать? Чшшш, ты чего? Вова, ты детей разбудишь. Мне нужно срочно с тобой посоветоваться. Что случилось? Да на тебе лица нет, Люба. Говори. Надь, Вова приезжает в эту субботу. Он мне смс-ку написал. Ты что, с ним переписываешься? Да. Ну, то есть, нет, он мне несколько раз писал, что просит его простить, но я ни разу не отвечала. Что мне делать? Простила его, да? Значит, ты его все еще любишь? Да, люблю. Но как его простить, я не знаю. Интересно, как ты не знаю, а? Ну, вот так. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что все это его мать устроила. Он ничего не решал, а с другой стороны, он ничего не предпринял, чтобы помочь. Вот именно. Он просто ушел в сторону и спрятался. Точно. Он мне ни на звонки, ни на смс-ки не отвечал. Короче, по отношению к вам, с мамой, будет нечестно его простить. Ну, о нас с мамой ты не думай. А если любишь, простишь. Только вот что, как такому человеку доверять? Предавший раз, предаст и дважды. Амар Хайям. Надь, ну это же все его мать, если он выйдет из-под ее влияния. Ну, от его матери ты никуда не денешься по жизни. Я бы на твоем месте сто раз подумала, прежде чем что-то предпринимать. Давай знаешь как? Ты же все равно не успокоишься, пока с ним не поговоришь. Тогда встретись с ним, а с мамой я поговорю на всякий случай. Я не допущу, чтобы они встречались после всего того, что он сделал, этот патлец. Мам, она его любит, вряд ли ее кто-то остановит. Угу. И потом, ты же прекрасно знаешь, кто на самом деле стоит за всей этой историей с квартирой. Знаю, конечно. Володя и вправду, неплохой человек, но он совершенно не самостоятельный и ненадежный. И не будет у них будущего никакого. Не может быть. Ну да, только она должна сама это понять. Ей бесполезно это объяснять, мам. Ой, Надя, беда пришла. Беда. Чувствую, добром это не кончится. Мам, успокойся. Ты же знаешь, все обычно заканчивается хорошо. Если все плохо, значит это еще не конец. Не волнуйся, мам. Я тебя люблю. Спасибо тебе, Андрюха, за поддержку. Ценю. Я все-таки не пойму, зачем мы туда едем. Ты же позвонил, она не ответила, значит злится. Зачем тебе это? Честно? Ну, желательно. Я у Любаня хочу прощения попросить. У меня какое-то мерзкое, гадкое чувство вины перед ней. Особенно, когда сейчас у меня все пучком, а они в этом Лесногорске. Плюс квартиру-то, мать моя, у них отжало. Понимаешь? Понимаю. Чего-то похвальное. А как каяться собираешься? Не знаю. Главное увидеться. А там обнимемся, поцелуемся, само собой. Хороший план. Главное, не сложный. Что ты мне нервы-то трепешь? Говорил я тебе сто раз, что люблю я ее. По-настоящему люблю и жить без нее не могу. Надеешься, что она тебя простит и тебе легче станет? Надеюсь, что да. Уж больно я себя гадом чувствую. Вроде здесь. Да. Ладно. Пойдем, не робей. Мне же извиняться придется, а не тебе. Нам главное Любку вытащить, потому что при ее матери разговор не получится. Ну, что-нибудь придумаем. Здрасте. Добрый день. А вот кобели пожаловали. Я так и знала, что бардак начнется. Не бардак, а бордель. Здравствуйте. Ну, какая разница? Все равно разврат. Ой, надо участкового предупредить. Серафим еще мне даст распоясаться. Так он к нам на вызовы уже не приходит, ругается только. А меня вообще обещал привлечь за клевету. И вас, кстати, тоже. А меня-то за что? Знакомьтесь, это мой друг Андрей, Вера Ивановна, Надя. Здравствуйте, очень приятно. Ну, и что вас привело к нам? Мы здесь проездом были, по делам решили зайти. Люба, не хочешь погулять? Погода хорошая. Надю с собой возьмем. Вы нам здесь все покажете, мы здесь первый раз. Люба, ты знаешь мое отношение к этому человеку. Мама, можно я сама все решу? Конечно, можно. Конечно. Я вижу, что ты уже все решила. Надюш, иди погуляй с ребятами, а я с Васечкой останусь. Я не хочу. Надюш. Надя, пойдемте с нами, пожалуйста. За компанией. Ладно, пойду переоденусь. Ну? Ну что, куда дальше? Ну, какой-нибудь приличный ресторан у вас здесь есть? Ну, приличный, не знаю. А кафешка на улице тут рядом есть. Да ну? Там не очень. Да ладно, все равно, поехали. Мы с дороги. Там потом придумаем что-нибудь. Мы едем куда-нибудь? Да, мы покажем. Спасибо. Пожалуйста. Мерси. Молодец ты, Любань. Преподаешь. Представляешь, Андрюха, как у нее летчики поют. М-да. А ты, Надя, вообще героиня. И Васька твой красавец. Надежда, а вы педучилище заканчивали? В институт? Я по конкурсу не прошла. А в училище с таким баллом берут. Любань, что ты мне не отвечаешь, а? Не простила? Давай не сейчас, потом поговорим. А что отец ребенка? Он что, совсем не помогает? Не хочу об этом говорить, извините. Это вы меня извините. Я был бестактен. Не сердитесь, ладно? А я не сержусь. Я привыкла. Часто спрашивают. Угу. Постоянно. Ребятки, а не пойти ли нам прогуляться куда-нибудь, а? Хорошая идея. Пойдемте. Надя, подождите. Давайте поговорим. Куда они делаться? Мы их догоним. Пусть пообщаются. Расскажите мне о себе. Я не думала, что вам это интересно. Мне это очень интересно. Ну, что, ты так и будешь молчать? Люба, ну ты же прекрасно понимаешь, что я сам на это никогда бы не пошел. Это мать придумала. Она винит твою маму в том, что отец нас бросил. Только вот не надо винить мою маму. Ты прекрасно знаешь, что Вадим и без нее собирался разводиться. Единственное, я не могу понять. Ты что, не соображал, что ты делаешь? Не соображал. Я думал, что это чисто формальность. Мне и мать это обещала. Что ты заладил? Мать то, матю. Вот ты своей кочерыжкой не соображал? Не соображал. Люба, неплохо без тебя. Прости меня, пожалуйста. Это все, что ты хочешь сказать? Я тебя люблю. Прости. Ладно, я подумаю, простить тебя или нет. Пойдем, нас ребята ждут. Сильвукле. Спасибо. Ну, ждите нас через неделю. Если можно вам верить. Можно, можно. Приедем, куда денемся. До свидания, Надежда. Надеюсь, вы не против, чтобы мы приехали? Неожиданно. Конечно, нет. Мы будем вас очень ждать. До встречи. До свидания. Счастливо. Пока. Ну, пойдем. Как он тебе? Поехали. Ой, все. Ребят, на этом занятие закончено. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Людмила Семеновича. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Любочка, я вот что хотел предложить. А не продолжит ли нам замечательную традицию семейных застолий? Ну, я имею в виду, вашу семью и себя. Можно прямо сегодня или завтра. Как ты на это смотришь? Нет, только не сегодня и не завтра. У нас родственники приезжают, неудобно будет. Извините, я тороплюсь. Мы же вроде решили перейти на ты. Да, прости, я тороплюсь. Ну, вот так. Вот, молодец. Все. Так, иди ко мне. Вот так. Молодец. Чи-чи-чи-чи. Так, где бутылка? Ты что такое, куда ты бутылку делал? Люба, хватит мотаться. Иди, помоги мне бутылку найти. Может, на кухне? Сейчас. Алло. Да, ребят, поднимайтесь. Я видела. Давай, спасибо. Ага. Надь с ребят приехали. Да. Возьми, пожалуйста, Андрея на прогулку с ребенком. Нам с Вовы поговорить надо, все выяснить. Интересно, а как я его возьму? Он же не бутылочка с детским питанием. Ну, Надь. Андрюх. Слушай, ты можешь сейчас Надю увезти куда-нибудь? Мне с Любой наедине очень остаться нужно. Ну, и как ты себе это представляешь? Куда она со мной одна пойдет? Ты предложи с ее ребеночком погулять. Ну, придумай что-нибудь. Пожалуйста. Попробуй. Спасибо. Здравствуйте. Привет, Наташа. Здравствуйте. Предать папа, а что приехал. Небось, совесть замочила. Да какая совесть? По элементам и придавил, вот и прибежал. Да ты что. Люба, ты простила меня? Нет. Люба, я тебя люблю. И буду любить всегда. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Но... Пожалуйста, ничего не говори. Пожалуйста. Я так по тебе соскучилась. По твоим рукам, по твоим губам, по всему. В жизни важна цель, это самое главное. Да... Ой. Спасибо. Согласен. Карьера или дети, например? Ну, еще, чтобы достичь цели, нужно меньше спать и больше трудиться. О, это как раз про меня. Я вообще почти не сплю, очень много работаю. Ну вы, женщина, это вас не касается. Вот ваша цель. Спит, в коляске. Вы уже и так всего достигнули. Родить мало, надо еще воспитать. Ну вы справитесь. Я же вижу, какая вы. Ой, куша, стара. А давайте я. А сможете? Конечно, у меня две племяшки, так что я и покормить, и пеленки поменяю. Не бойся. Ой, я на ты перешел, извините. Да, ничего. Будем считать, что это наш бродершафт. Без поцелуя. А, понял. Ну, боец. Привет. Привет. Василек. Опа. Кто тут у нас кушать хочет? А? Тихо, тихо. Давай, давай, давай. Ну, а что я мог сделать? Я же полностью от нее завишу. А, мать моя, ты знаешь, она ни перед чем никогда в жизни не остановится. С работы еще не заладилось. Попался начальник, козел редкий. Выпер сволочь меня летом. До сих пор работу найти не могу. Хороший ты. У тебя все устроится. Ты же у меня такой красивый, сильный. Вовка. Если бы ты знала, как я на тебя злилась. Я думала, что увижу тебя на улице. Что, кислоты бы меня облила? Ну, там ты идешь, ты на эту моя фантазия заканчивалась. Как я тебя хотела возненавидеть. Ну, слава богу, у меня этого не получилось. Что бы я сейчас сделала? Мне себя возненавидела. Как я смогла бы тебя обратно полюбить? Любань, я тебя так люблю. Я бы с тобой горы свернул. Давай, одевайся быстрее. Одевайся, Надя. Черт. Черт. Вы уже вернулись? Ну да. А где Люба? А Люба себя неважно почувствовала? Да. И что с ней? Ничего. Просто так легла. Отдохнуть пусть спит. А нам, Андрюха, пора. Как пора? Так сразу? Да. И мы уже опаздываем. Надя, можно я тебе позвоню? Да, конечно, звони. Пока. Андрей, поехали, пожалуйста. Пока. Надюшка, я самая счастливая. Ты сошла с ума. Да. Я сошла с ума. Володь, подожди. А? Я не понял. Ты Любке все рассказал? Андрюха, ни дела в ней мозги. Поехали. Ха, стоп. Что значит поехали? Ты Любке все объяснил, извинился. Андрюха, что ты до меня докопался, а? Само как-нибудь рассосется. Поехали. Что рассосется? Подожди, то есть ты ничего не объяснял, не извинялся? Ты же мне сам говорил, что Любку любишь, жить без нее не можешь. А теперь что, увози меня отсюда, Андрюха? И вообще я не понимаю, зачем ты на Наташке женишься. Я не зачем женюсь, а для чего? Я со своей матерью больше ни одного дня не проживу. А с Наташей карьера, будущее. Но не у всех так все хорошо сложилось, Андрюха, как у тебя. Не у всех гранты, премии. Что там гранты, а тут премии? Я на дядю негром вкалывал круглые сутки, понятно? Пока ты с девчонками развлекался, я носом землю рыл. В общем так. Так, идешь сейчас к Любе, все объясняешь. Или я лично тебя здесь урою. А знаешь, что лучше сделаю? Тестью все скажу. И тогда будет тебе и свадьба, и карьера. Андрюха, ты чего? Ничего. Лучше сразу и в дребезги. Чему Любка потом будет всю жизнь ждать и надеяться. Хорошо, пойду и скажу. Пойди и скажи. Пойду и скажу. Только тебе это зачем нужно? Я друга терять не хочу. А у вас там дверь открыта. Не успели закрыть, что ты забыл? Где Люба? В душе. Мне с ней нужно поговорить наедине. Можешь позвать, пожалуйста? Люба, Володя вернулся. Любимый мой, ты вернулся? Люба. У тебя что-то случилось? Да. Я женюсь на дочке своего босса. Я приехал тебе сказать об этом, но мне не хватило смелости. Прости меня, пожалуйста, если можешь. Люба, я не хочу, чтобы ты меня искала. Не хочу менять номер телефона. И еще я тебя слишком сильно уважаю, чтобы так лгать. Ты вообще понимаешь, что такое остаться одной беременной? Ты вообще понимаешь, что такое все время видеть своего ребенка, который называет твою сестру мамой? Ты о чем? Люба. Да что ты сделал? Да ну что ты с мою жизнь сломал второй раз? Да я ненавижу тебя, что ты сделал? Прости. Девочки, что случилось? Что происходит? Люба, Люба, доченька, ну, просто успокойся. Надя, вызывай скорую. Осторожней. Осторожней. Надюша, ты оставайся с матечкой дома, а я сама поеду из больницы, тебе отзвонюсь. Хорошо? Хорошо. Я позвоню. Ну, идите домой. Скажите, доктор, это очень опасно. Любой стресс опасен. Особенно, когда человек находится в одиночестве. Это хорошо, что вы были рядом, и все обошлось без союзин. Но это пройдет? Со временем, но для этого понадобятся месяцы, а может быть даже год. Все так серьезно? Не стоит. Она под уковами. Извините, пожалуйста, вам сюда нельзя. Надежда, любовь, счастье мое из детства, разве могла б я любить? Вера, надежда, любовь, счастье мое из детства, разве могла б я любить? Вер, надежда, любовь, счастье мое из детства. Всё так, ты без меня, кричит тихо миша, ты был со мной и не был. Ну вот, все оформили. Пора домой. Ты готова? Че-че, дома отдохнешь, сил наберешься. Дома — это самое лучшее лекарство. Голова не кружится? Так, девушки. Машина подана. Отлично. Люб, ну нельзя так долго убиваться. Мы вот Васечке уже годик отметили. Он скоро говорит, значит, нет. Ну, поедем. Ноша тоже тебя ждёт, Люб. Мам, не надо про Васю. Лучше пожалей меня. Я ненавидно, никакой формы. Я не знаю, что мне племя лечит. Да, Сергей Васильевич, спасибо. Спасибо за Вашу поддержку. А ты можешь на меня всегда рассчитать. Да, поняла Вас. До завтра. Вера Ивановна, здрасьте. Здравствуйте. Не подскажете, как Любочка? Я что-то не могу до неё дозвониться. Пока особо радоваться нечему. Доктор сказал, нужна длительная реабилитация. Так что, не скоро у Вас Любочка появится. Да о чём Вы говорите? Я всё понимаю. Вот уж беда, так беда. Да. Вера Ивановна, не без сути, я тут кое-что принёс для Надиного малыша. От чистого сердца. Правда. Спасибо. Я Вас провожу. Помогу донести. А Любочка поправится. Обязательно поправится. Конечно, конечно. Никто не сомневается. И вот ещё что. Если вдруг что-то Вам будет нужно, сразу ко мне. Может, какие-то деньги на лекарства. Соберём всем коллективом. Православа, а от всего сердца. Спасибо Вам. Алё. Алё. Вася. Алё, алё. Мама? Ты слышала, мам? Он маму сказал. Любка, он маму сказал. Здорово. Звонят, что ли? Кто-то пришёл. Тётя. Алё. Тётя. Давай. Мама, ну ты мой сладкий. Ты кто такое заговорил? Это кто заговорил? Это такое счастье-то моё. Ну-ка, давай ещё раз. Ничего не понимаю. Какая-то повестка курьер принес. Сказала, что в суд. Какой суд? Судья Павла призывает Вас ответ на гражданскому делу на лишение родительских правов. Слушай, ну-ка, посмотри. Там телефон должен быть написан. Может быть, я жива? Давай звонить. Давай-давай-давай. Надо позвонить. Алё, здравствуйте. Судья, а вы не могли бы меня соединить с Павловой? Судья, да. А вы знаете, произошла какая-то ошибка. Вот нам пришла повестка. На двадцатое число. Фамилия Данилова. Надежда и Любовь. Понятно. Спасибо. Ну, что? Они ребёнка хотят за вас? За Васечку, что ли? Как это за братик? А он кто-то из планов. Мне кажется, это как Васик-то. Я скрывала беременность. Я вообще не понимаю, почему Владимир решил, что это его ребенок. Надежда Павловна, не утруждайтесь. Суд все равно сделает медэкспертизу, и все сразу встанет на свои места. И как только выяснится, что ваша сестра фактически отказалась от ребенка и передала незаконно его третьему лицу, ребенка сразу дадут на воспитание родному отцу, которого держали в неведении. И, честно говоря, даже не понимаю, почему вы не усыновили ребенка законным путем. Да потому что. Она хотела сделать аборт, и согласилась. Только если об этом никто не узнает. Да. Я всем сердцем, конечно, на вашей стороне, но закон сильнее меня. Я люблю его. Он любит меня. Он мой сын. Он не засыпает без меня. Они не могут у меня его забрать. Мы, конечно же, сделаем все, что в наших силах. Но я хочу сразу предупредить. Шансы ничтожно малы. Я вот одно не могу понять. Откуда отец узнал о ребенке, если вы все так чательно скрыли? Вера Павловна. Ой, Сергей Васильевич, а вы чего здесь? Кого-то ждете? Вас. Меня? Это вам. Это мне? Вам, вам. Спасибо. Спасибо. Вера, вы знаете, что я в последнее время стал замечать? Вы какая-то сама не своя. Это что, из-за дочери? Я что, стала плохо работать? Да нет, нет. Тут без претензий. Понимаете, я хотел сказать, что мне стали очень важны. Вы очень, очень дорогие. И я хотел бы сказать, что вы полностью можете на меня рассчитывать. Вы что, пытаетесь за мной ухаживать? Да, вы мне нравитесь. Сергей Васильевич. Давайте договоримся так. Просто Сергей. Понимаете верно? Я просто очень волнуюсь. Я боюсь услышать отказ. А что вы хотите услышать? Не знаю. Все, что угодно, только не отказ. Не знаю. Можете сказать, что для вас это так неожиданно, что вы должны подумать, но только не отказ. Но, действительно, это все очень неожиданно. И я должна подумать. До завтра. Ну-ка, сядь. Ты рассказала. Нет, я хотела ему отомстить, сломать его новую жизнь, которую он распланировал. Получается, он ко мне просто так приехал в последний раз. Понимаешь, что ты натворила? Ты влюбленная дура. Я же тебя предупреждала. Ну, прости меня, что я дура. Ну, прости, ну, пожалуйста. Прости, ну, я думала о себе. Ну, что, хорошо, хорошо. Что я могу сейчас сделать? Ну, что, все, отдыхай. Ты уже все, что могла, сделала. Можешь расслабиться. Теперь просто заберут нашего ребенка. Моего ребенка заберут. Ты понимаешь? Можешь, вообще-то ты сама со мной ходила на свидание. Ты видела, какой он был. Ты видела, что он говорил, что по мне соскучился, что он жить без меня не может. Ты видела это? Да, ты права. А знаешь почему? Потому что я такая же наивная дура, как и ты, вся в мать. Тоже хочу видеть. Вы люди хорошие, не замечать плохое. Ну, ладно, короче, теперь нас просто заберут у ребенка и все. Ты понимаешь? Ты предала меня. Ты нас всех предала. Ты слышишь, что ты молчишь? Ты, ты молчала, ты, ты понимаешь, что ты наделала? Ну, перестань. Не трогай маму. Дочь, не плачь. Не плачь. Ну, успокойся. Хорошенькая. Ну, да. Возьмите, спасибо. Здравствуйте. Здрасьте. А я в магазин иду, надо что-нибудь взять? А, нет, не надо. Ничего, смотри. Спасибо. Здрасьте. Здрасьте. Скажите, а семья Даниловых здесь обитает? Здесь живут. А по какому вы к ней вопросу? Я к ним по семейному вопросу. А ну так проходите. Тридцатая квартира. Спасибо. Вот и думай. К ним на такси приезжают, да еще по семейным вопросам. Небось, Даниловые. Ребенка из роддома выкрали? А теперь шантажируют богатеньких родителей. Я вам так скажу, Степановна. Они еще и кучу бабок сорвут, эти Даниловые. Да у тебя, Маргарита, вообще мозги набекрень. Как ребенка выкрали. Да если бы они ребенка выкрали, так мне эта тетка ходила бы тут. А у нас уже спецназ парковался бы. Итак, если вы не хотите больших, очень больших проблем и неприятностей, я предлагаю уладить это щекотливое дело полюбовно. Вы мирно и тихо признаете, что этот мальчик не ваш ребенок. И тогда уголовного преследования не будет. Живите, как хотите. Ну или как, можете. От вас только требуется вернуть ребенка родному отцу. Я не понимаю. Зачем вам ребенок? Зачем? Очень смешной вопрос. Вы посмели влезть в мою жизнь. В жизнь моего сына. А вот это непростительно. К тому же я хотела бы, чтобы мой внук воспитывался подобающим образом и рос в нормальной семье. И еще мне не хотелось бы, чтобы у Любовь Пауны были бы хоть какие-нибудь средства давления на нашу семью. Учитывая ее непредсказуемость и нездоровую психику, я хотела бы оградить своего сына от неверстенических припадков данной особы. Убирайтесь. Вася, вы не получите. До свидания. Это ваше общее решение? Да, общее. Уходите. Да. Ну что ж, значит мы с вами увидимся в суде. И я как юрист этот суд выиграю. И я вам не советую прятать Васечку или сбегать с ним. Это будет квалифицировано как похищение ребенка и чревато очень, очень серьезными последствиями. Я буду давить вас до тех пор, пока вы не попадете в психушку. Все трое. Провожать не надо. Всего доброго. Любовь Павловна, я закончил. А? Закончил. А, спасибо, Андрей. Следующее занятие в четверг. До свидания. Угу. Здравствуй, Люба. И тебя не хворать. Я бы тебя ни за что не набрала, если б не визита этой твоей мамаши, под дудку которой ты пляшешь всю жизнь. И будешь плясать до смерти. Твоей или ее, неважно. Так странно, что я могла сходить с ума по такому человеку, как ты. Могла, Любочка, могла. У меня даже переписка сохранилась и фотографии. Только на этих фотографиях не ты, а совершенно другой Володя, которого я в свое время придумала в своей голове. Конечно, он был прекрасный. Люк, вот честно, на любовную философию у меня нет времени. Я жену свою теперь люблю. И болтать мне с тобой некогда. Да мне тоже не доставляет никакого удовольствия с тобой разговаривать. Я звоню не то, чтобы попросить. Тебя все равно без толку о чем-то просить. Я рекомендую, повлияй на свою маму. Я не знаю, как это делается, но будь добр, прекрати эту всю судебную историю. Извини, Люба, не могу. Твой поступок, вернее, твой поступок с Надей – это дикость. Все, давай, у меня нет времени. Увидимся в суде, пока. Любовь Павловна, Люба. Люба, извини, я случайно все услышал. Ты не могла бы дать телефон этого типа? Я хочу с ним по-мужски поговорить. Не надо. По-мужски нужно с мужчинами, а этот… Люба, я понимаю. Вам сейчас очень тяжело. У вас большие проблемы. Завтра суд. Я очень хочу помочь. Я сделаю все, что смогу, потому что я… Я знаю. Спасибо тебе, Игорь, за то, что ты есть. Извини. Ваша честь, вы слышали показания медработников. Ребенка рожала Любовь Данилова, а матерью записана ее сестра, Надежда Данилова. Подлог налицо. Да я до него дозвониться не могла. Он ни на звонки, ни на эсэмэски не отвечал. Я прошу тишины. И даже после всего этого у матери была возможность все рассказать. Ведь вы продолжали поддерживать отношения по новому месту жительства. Их видели возле дома. Да с какой стати я должна была перед ним отчитываться? Он меня бросил. Люба. Я прошу тишины. И ответчик, прекратите выкрики с места. Иначе я удалю вас из зала и процесс продолжится без вас. Антонина Дмитриевна, у вас все? Да. Пока все. Николай Петрович? Да. Мы просим вызвать свидетелей Степанцову. Ваша честь, я хочу поддержать Любу и Наденьку. Надежда Данилова очень хороший воспитатель. Она любит детей, умеет находить с ними общий язык. Ее просто дети все обожают. Вы знаете, я считаю, что она заслуживает воспитывать ребенка. И вообще, отнимать у матери сына – это бесчеловечно. Вы закончили? Да. У меня все. Ваша честь, поправочка можно? Да. Она не мать. Она похитительница. И я не удивлюсь, если прокуратура решит самостоятельно открыть уголовное дело по статье «Похищение человека». Да ты вообще, Мегера! Ваша честь, она у нас квартиру отняла! Она просто преследует нас и мстит непонятно за что. Пристав, выведите их из зала. Решение будем принимать в вашем отсутствии. Прошу покинуть зал. Спасибо. Девочки, все равно будем подавать на апелляцию. Можно еще попробовать все исправить. Мам, что ты исправишь? Там видно было, что все куплено. Ничего страшного. Будем бороться до конца. Девочка, в седьмую палату. Новенького привезли. Вот история болезни. Готовьте к операции на завтра. Вера. Вера, это что, случилось? Васечку. Суд постановил отнять у нас Васечку. Сегодня сообщили, что апелляцию отклонили. Это же несправедливо. Они могут забрать его в любой момент. Забрать? Что значит забрать? Ну вот зачем? Ну зачем, Васечка? Что, что, что? Должен быть какой-то выход. Надо что-то придумать. Это, это решение суда. И ничего тут не поделаешь. Вера, слушай, давай так Надю с ребенком перевезем ко мне. У меня точно никто не уйдет. Сейчас хотя бы выиграем время. Что-нибудь придумаем. Сергей Васильевич, Сережа, но у тебя же у самого могут быть неприятности. Я никому не позволю платить жизни тебе не твоим близким. Спасибо. Я поговорю с Надей. Ну-ка, давай посмотрим, кто к нам там пришел. А кто там… Здравствуйте. К квартире Даниловых. Позвольте войти. Инспектор Офига Кементович, судебный пристав Чеботарев, судебный пристав Полевой. Возьмите, ознакомьтесь. Да не бойтесь, давайте ребеночка я вашего подержу. У меня двадцать лет работы с детьми. Опыт. Как зовут? Васечка, Васечка. Васечка, ну что… Простите, я не совсем понимаю, это что… Что тут понимать? Ваш малыш по решению суда отправляется к законному родителю. Если хотите вещички собрать, ваше право. Но это же не закон, у нас не было в зале суда. Подождите, да вы что? Верните ребенка. Вы что от сполочи? Отдайте ребенка! Да что это такое, а? Отдайте ребенка! Господи. Алло, Надя. Да, привет, мамуль. Надя, Васечку забрали. Вот так пришли приставы забрали. Что же делать теперь? Надежда Павловна, вы куда? А куда Васятку увозят? К папаше родному. Так суд решил. Любочка, а ну-ка, дай-ка мне адрес Володи. Не беспокойся, у меня есть один аргумент донела. Да, все, потом. Ну? Так, поняла. Пока. Спасибо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Да. Я звоню по просьбе вашей дочери Наде. А почему? Что с ней? А где она? Не волнуйтесь, она в полиции. Где? Мамулечка, ну что я сейчас могу сделать? Что значит, что могу? Сестра твоя хотела похитить ребенка. Твоего ребенка. Ты понимаешь это? Она пошла на преступление. И это все из-за тебя, по твоей милости, Люба. Я этого не хотела. О боже мой, мы это уже слышали в суде. А теперь как хочешь, давай действуй, спасай сестру. Как? Как хочешь. Кто есть из друзей, знакомых, ну? Андрей, это друг Володи. Но они сейчас с ним больше не общаются. И к тому же ему Надька нравилась, я это видела. Ну вот. Давай, звони, ищи. И Нестерову позвони. Он тебя любит, слышишь? Мама. Доча. Это не последний человек в городе. Давай мне телефон Андрея, я сама ему позвоню и все лучше объясню. Вот это… А ты беги к Нестерову. Ну давай, живо. Алло, алло, Андрей? Да, это я. Здравствуйте, это мама Нади. Мне очень нужна ваша помощь. Что случилось? Надя, в тюрьме. Господи, Боже мой, ну это еще не самое страшное. В общем, Игорь, у меня в этом городе кроме тебя вообще никого нет. Семья вся разрушенная. Я во всем виновата. В общем, если ты не поможешь, я не знаю, мне или с крыши прыгать, или с таблетками прыгать. Люмочка, ну что ты, перестань. Мне надо глупости говорить. Я сделаю все, что смогу. Вытащи, пожалуйста. Найдю из тюрьмы. Алло, Паша, здорово. Паш, я по делу звоню. Очень нужна твоя помощь. Ага. Хорошо. Куда подъехать? Когда? Да. Слушай, старина, нужно быстрее. Отлично. Еду. Поехали. Андрюха, ну ты садист. Привет. Я всю ночь прогу писал. Два часа назад спать лег. Чего у тебя такого срочного случилось? Костян, выручай. Беспредел творится. Хорошим людям помочь надо. Что делать? Нужна вся информация об одной семейке нефтегазовой. Папа, дочка, зять. Компромат. Ага. Да причем такое, чтобы они стали сговорчивы и сговорчивы. Но публичная огласка тебе не нужна. Это уже легче. В чем тут проблема? Короче, группа сволочей богатых. Ганнобит очень хороших, но не богатых женщин. И ты решил их прищучить? Ага. На, я-то подпишу очень. Костян, выручай, ну очень надо. Успокойся, сделаем. Давай исходные данные. Ага, сейчас. Так. Любочка, не волнуйся, все будет хорошо. Угу. Ну, просыпайся, что ли. Давай, давай, вставай. Держи. Ага, спасибо. Значит, смотри, здесь все подробно расписано. Про офшоры фирмы «Однодневки» начни сразу, чтобы Андрей Михайлович понял, с кем он имеет дело. Он нас не убил за это. Могут, поэтому ты обязательно обозначь, что у тебя есть проверенный человек, который в случае твоего исчезновения сольет всю информацию в интернет, в открытый доступ. Понял. Дай информацию по Володе, зятько. О его левых договорах, о махинациях, юридических. Вот. Но самое главное, расскажи, что тебе известно. О том, что он делал до свадьбы, после. Как он относится к своей жене и любимому тестюшке. Очевидно, после этого тестюшка поплывет. Ну, и если не прибьет зятька, то из конторы погонит однозначно. Чё? Неудобно как-то. Чё? Чё неудобно-то? Да я себя штукачем ощущаю. Да брось ты. Добро должно быть с кулаками. Если хочешь наказать зло, бей на отмыши, не оглядывайся. Тем более, что правда за тобой. Ты не врёшь. Понял? Ладно. Спасибо тебе большое. Сухим спасибо, горло не промочишь. Так что с тебя бутылочкой чего-нибудь приятного. Ты ж меня знаешь. И компания. Обязательно. Спасибо большое. Рад был видеть. Держись. Надо же. Значит, квартиру отжали и ребёнка. Так точно. Это нехорошо. Некрасиво это. Согласен. Серёжа, набери ко мне Приходько. Алло. Приходько. Здравствуй, Приходько. Молодец, что узнал. Что там у тебя происходит вообще? А то ты не знаешь. Женщина обняла ребёнка её за этого везьянник? Меня твои оправдания не интересуют. Ладно. Давай. За ней приедут. И проводи задержанную Со всем почётом и извинениями. Понял? Сегодня же. Всё. Отбой. Паш, спасибо тебе огромное. Я твой должник. Брось, старина. За справедливость я впрягаюсь безвозмездно. Спасибо. Сын-то, кстати, как? Хорошо. Спасибо. Летает. Ну, передавай привет. Обязательно. Летает. Ну? Всё хорошо. Надя свободна. Скоро будет дома. Принцом. Поexём твой , парень был утрен. Подождён. У нас. Процесс. По моему мнению. По моему мнению заболевания. По моему мнению. По моему мнению. По моему мнению. Ну что, поедем сестренку освобождать? Не надо, Андрюша звонил. Он уже в отделении, Надю ждет. Тогда домой? Да. У вас система, что ли, глючит? Системой все нормально. Просто ваш пропуск аннулирован. В смысле аннулирован? Вы вообще знаете, кто я? В распоряжении руководства. Все вопросы к нему. Да, да, конечно, конечно, как и договаривались. Андрей Михайлович! Андрей Михайлович! Да подожди ты! Меня там в офис почему-то не пускают. Это потому, что ты редкостным козлом оказался, Вовчин. Не понял. Как не понял? Вначале ты с моей Наташкой за кольцами обручальными поехал, а потом в этот же день в Лесногорск любовницей бывшей в койку мотанулся. Нет. А теперь еще своего ублюдка малолетнего хочешь на шею ей посадить. Андрей Михайлович, вы о чем говорите вообще? Значит так. Из офиса моего ты прямо сегодня выматываешься. И чтобы ноги твоей больше не было ни здесь, ни в Наташкиной квартире. Это раз. И я потом сам аргонирую. Своего ублюдка малолетнего забираешь прямо сегодня и делаешь с ним что хочешь. Это два. Андрей Михайлович, выслужите меня, пожалуйста. Ты еще радуйся, сынок, что я уголовное дело на тебя не завожу. Я про твои художества с бухгалтерией уже тоже все знаю. Это три. Андрей Михайлович, пожалуйста. Андрей Михайлович. Катя, мамаши свои передашь, что юрисконсульта я меняю и контракт с ней расторгаю. Это четыре. Валера, покажи товарищи... Не-не-не. Андрей Михайлович, Андрей Михайлович. Андрей Михайлович. Да подождите, Андрей Михайлович. Спасибо тебе большое, Андрюша. А за что спасибо? Как это? За то, что в трудную минуту рядом оказался настоящий мужчина. Надя, подожди. Ты вот сказала, настоящий мужчина. Когда твоя мама позвонила, я очень испугался за тебя. Я понял, что ты мне не безразлична. И я хочу быть рядом. Всегда. Подожди, ты сейчас сказал, рядом всегда? Стой, не перебивай. Ты мне очень давно нравишься. А сейчас я понял, что не представляю жизни без тебя и без Васи. Андрюш, ты стал для меня очень близким человеком, но давай сначала Василёчку вернём, хорошо? Да, конечно. А, ну ты понимаешь, кретин, что ты натворил? Ну, что нам теперь делать с этим ребёнком? Нет, я, я в своей квартире после этого его не потерплю. Что, в детдом сдавать? Мам, ну, мы же не можем просто так отдать им Васю, он же не вещь какая-то. Мало того, что ты похоронил свою карьеру, свою репутацию, ты похоронил мою, ты меня, в конце концов, ограбил! Да ты такой же неудачник, такой же неудачник, как твой отец! Так, последнее, что я могу для тебя сделать, составлю полюбовное соглашение сторон, где ты добровольно отказываешься от прав на этого ребёнка. Ты меня понял? Очень надеюсь, что эта семейка не передумает его забрать обратно. Слушай, уйди ты с глаз моих, а? Не могу тебя больше видеть. Ай! Алло! Да, доброе утро, Андрей. Что? Конечно, конечно, мы сейчас приедем, заберём. Спасибо. Девочки, Надя, Люба, идите скорее сюда! Что такое? Быстрее собирайтесь, они готовы отдать нам Васечку. Ну, собирайте же скорее! Что, командир, ждёшь? Жду. А признайся, командир, на кого из троих глаз положил? А то мы чего-то тут запутались. Игорь Васильевич, здрасте. Игорь Васильевич, здрасте. Игорь Васильевич, здрасте. Присаживайтесь. Игорь Васильевич, здрасте! Игорь Васильевич, здрасте! Игорь Васильевич, здрасте! Простется. Слез бы умолял меня представлять его интересами. Боится, наверное. И правильно делает. Ну, я поняла. Вот. Вот мы и дома. Все, Владя, вас видишь? Ага. Спасибо. Боже, неужели Васька-то отсудили? Здравствуйте. Или на время привезли? Навсегда. Ой, какое счастье, Надюша! Поздравляем! Спасибо. Поздравляем. Проходи, проходи давай. Нет, ты поняла, а? Вот дай мне. Даже не верится, что весь этот кошмар закончился. Андрея, там точно не может быть такого варианта, если вдруг Вова с мамочкой передумают? Никакого варианта. Все окончательно и бесповоротно. Конечно. Ну, хорошо. А если что, у нас есть надежный защитник. Это правда. Всегда пожалуйста. Ой, ребята, спасибо вам большое. Без вас мы бы точно пропали. Да? Надя. Да. Спасибо еще раз. Я понимаю, может быть, сейчас не лучший момент, но я бы хотел в присутствии твоей мамы. Ой. И сестры. Так. Надя, будь моей женой. Наденька. Я хочу быть твоим мужем и быть отцом для Васечки. Наденька. Ой, как чудесно. Как же стойно. Ой. Наденька, давай соглашайся. Да не надо меня уговаривать, я и так согласна. Чудесно. Чудесно. Тогда Горько. 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 Ура. Ура. Горько, Горько, Горько. Горько. Раз, два, три, четыре. Минуточку внимания. Любочка, я решил сопротивляться твоей руки. Ой, Боже мой. Любочка, если тебя не смущает перспектива стать женой бывшего летчика, выходи за меня замуж. Ой. Я люблю тебя. Я тоже. Выходи, я согласна. Горько, 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 поздравляю. Горько, поздравляю. Горько, Горько. Горько, Горько. Молодые, фотографироваться. Ракостка с горюбочки. Игорь, смотри в камеру. Как? А любезнейшая ассистентушка, не одиноко ли вам будет одной в пустой квартире? Ну, возможно, что и одиноко. Вы слышали? Не понимаю, очень вас понимаю. Вера, я человек простой, скажу просто, давайте жить вместе. Ух. Ой. Ой. Я подумаю. Мам, лови. Ура! 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 Ох. Ура! Ура! Продолжение следует...